Итак, всем привет. Мы начинаем. Это второй доклад в этом зале. Конференция Frontend Code 2022. Кто забыл? Напоминаю про вопросы. Вы уже все попробовали, как это работает. Пишем в час с хэштегом вопрос. Вау, какой классный эффект. И потом, соответственно, докладчик будет выбирать лучший вопрос. А сейчас, друзья, мы узнаем про iFrame. Узнаем, что это такое. И узнаем, что мы, оказывается, каждый день пользуемся множеством iFrame. И расскажет нам про это Андрей Кузнецов. Давайте его тепло встретим. Андрей. Да, слушай, у тебя очень классный стиль такой под этот выход, мне кажется. Да, Андрей, расскажи, ты работаешь в российских бизнес-системах, да? Рунет. Рунет? Ну, можно российский. Как правильно называется? Рунет бизнес-система. Рунет бизнес-система. Да. И вы занимаетесь… Эквайрингом. Интернет-эквайринг – это всевозможные оплаты в интернете и близ лежащей территории ко всему этому, личные кабинеты и сопутствующие процессы. Соответственно, у вас iFrame довольно много, да? Как-то они людьми используются. Я понимаю, что те, кто в зале сидят, они тоже частично пользуются вашими продуктами. Наверняка. Ну, то есть я не могу за каждого отвечать, но очень большой, высокий процент того, что так и есть. Да. То есть вы не знали, но на самом деле код, который писал Андрей, скорее всего, периодически исполняется в ваших браузерах. И там наверняка есть iFrame. И, соответственно, Андрей тебе слово. Андрей сейчас расскажет, как это все работает и почему именно iFrame. Спасибо. Уже все? Для начала представлюсь. Меня зовут Андрей. Как вы уже сказали, работаю в компании Рунет бизнес-системы Frontend Lidl. Ну, достаточно давно в разработке. И сегодня хотел бы рассказать про iFrame, потому что на самом деле тема спорная. Это у iFrame появилась такая репутация грязная того, что это что-то древнее, небезопасное. И лучше вообще об этой руки не марать, не использовать. Я постараюсь сегодня побыть неким адвокатом iFrame, рассказать, в чем он хорош и показать ситуации, где он может быть просто незаменим, даже вот в современном мире. Например, вот так он у нас используется в компании. Но чтобы понять эту схемку, я как раз расскажу подробно, что умеет iFrame, что он умеет на данный момент времени, как он развивался, чтобы потом уже из этих знаний лепить, что-то конструировать и решать те самые задачи, которые у нас с вами постоянно встречаются. iFrame – очень-очень древний тег. Он практически появился на заре появления самого интернета. Но началось все на самом деле не с него, а вот с тега frame. Кто-то помнит, что это такое? Это мой следующий вопрос. Что значит этот значок? Кто знает, что это значок? Все, отлично, значит доклад полезный будет. Это, собственно, первый коммерческий браузер, который от него появилась потом Mozilla и так далее. И вот он первый, кто реализовал сам поддержку тега frame. И это было аж во второй его версии в 95-м году. То есть достаточно давно. Затем уже спустя пару лет появляется сам iFrame, но он не набирает популярность. Потому что в то время frame отлично справлялся со своими задачами, просто то, что было нужно. Кто-то, кстати, сейчас был на докладе Zara? Отлично. В то время frame как раз использовался почти как микрофронтенд. Люди, они брали меню, например, и туда выгружали отдельную страницу, в которой находилось только меню. А в другом контейнере находилась страница с самим содержимым. И я тот самый человек, который это делал, я страдал этим. Я откопал свой первый сайт, где вот левый свиток, это как раз отдельная страничка. Это отдельный HTML-документ, и с помощью атрибута таргету ссылки можно было указывать в каком контейнере открывать содержимое. В чем плюс этого подхода? Это было удобно то, что, во-первых, при слабых интернетах на Dial-Up у вас, вы один раз загрузили менюху, она закешировалась, и все. Дальше идет только подгрузка содержимого контента. Каждый раз мы страницу не перезагружаем. Никаких single-page application просто в помине не было. Но были проблемы с навигацией в самом сайте, плюс поисковые роботы очень плохо это все индексировали. Ну и спустя время начал набирать обороты популярности iFrame. Его добавили в документацию, в спецификацию HTML5, а Frame, собственно, похоронили, и он забыт. Так, что же такое iFrame? iFrame — это некий контейнер, который можно загружать независимый любой другой HTML-документ. Я в своем докладе буду их рисовать как голубая вот этот вот прямоугольничек с такими уголочками, как рамочка, чтобы вам было сразу понятнее, где находится iFrame. Важно понимать, что можно загружать любой другой сайт прямо на страницу. И раньше это было практически совсем возможным. И на этапе становления iFrame у него было много проблем безопасности. Вплоть до того, что можно было взять и залезть в сам дочерний документ и получить оттуда какую-то кондициональную информацию, когда там человек просто другой разработчик не знал об этом, что его кто-то открыл и там что-то читает. И с тех пор он получил очень плохую репутацию. Мне на практике до сих пор часто приходится созваниваться с безопасниками различных компаний и доказывать, что здесь это решение можно сделать через iFrame, и оно будет адекватное и рабочее. Они у них, они так видят iFrame сразу, нет, 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 мы так не будем работать. Все эти проблемы были известны, и потепенно разработчики браузеров начали их устранять. На текущий год он полностью изолирован от родительского документа, даже до такой степени, что если в дочернем документе вы пошли в навигацию какую-то, меняете урлы, то родительский документ в сорсе видит тот старый урл на момент инициализации, то есть он ничего не знает, что там происходит, даже если мы ушли в какие-то другие сайты, перешли и так далее. Но все равно из-за особенностей работы iFrame он может доставлять какие-то неудобства пользователю. Например, он может вызвать какие-то алерты, которые вам не надо, он может редирект выполнить еще что-то, куча лишней рекламы и так далее. И для этого появился атрибут сэндбокс, который может, скажем так, ловко его ограничивать в каких-то его желаниях того, чтобы дочерний документ что-то мог сделать. Я не буду подробно об этом много рассказывать. Скажу, что на практике, например, у нас он ни разу не использовался, этот атрибут сэндбокс, потому что он чаще либо в учебных целях, либо если вы загружаете какой-то контент, которому вы не до конца доверяете, наверное, есть смысл вообще задумываться, стоит ли его вообще загружать. Ну и еще есть достаточно интересная, не то чтобы уязвимость, но хакерская атака с помощью iFrame устроена. Она называется кликджекинг. Выглядит она примерно следующим образом, когда вы заходите как доверчивый пользователь на какой-то сайт, и вам вылазит огромная реклама или суперпредложение о том, что вы выиграли лотерею. Конечно же, там есть кнопочка «Получить выигрыш», человек ее, не задумываясь, тыкает, и что-то происходит. Или наоборот ничего не происходит, или происходит то, что не нужно. На самом деле это выглядит и работает вот так. Поверх этой кнопочки натянут iFrame верхним слоем, который просто в прозрачность уходит в ноль. Человек его не видит, он видит только то, что находится под ним, это кнопка «Забрать выигрыш», и нажимая на ее, на самом деле тыкает что-то и делает действие на каком-то другом сайте. Например, подписывается в твиттере на Илона Маска, или ставит кому-то лайк. В свое время так были взломаны и твиттер, и фейсбук, и множество социальных сетей. И опять же разработчики браузера такие сидят, думают, что делать, что делать. И придумали отдельный такой заголовок, называется iFrame Options. Кто-то знает, что это такое? Отлично. Не так много рук. Это, собственно, заголовок, который устанавливается со стороны бэкэнда, например, веб-сервером, тем же Nginx, Apache, который говорит браузеру о том, чтобы ваш сайт нельзя было открывать. Здесь мы уже пытаемся защититься со стороны владельца того сайта, чтобы нас не открыли в кликджекинге. Можно запретить, можно разрешить только своему домену, на котором вы находитесь, либо можно разрешить только одному домену. Вот так это выглядит, когда попытается злоумышленник открыть ваш сайт в iFrame. Вы, наверное, встречали это окно где-то. Но вот у этого заголовка есть одна проблема, что можно указывать только один домен разрешенный. То есть представьте ситуацию, когда вы сделали какой-то сервис, у вас какая-то классная там формочка, и вы хотите, чтобы ее открывали, но только там три независимых ваши друзья-партнеры. С помощью этого заголовка, к сожалению, это нельзя сделать. И на помощь приходит достаточно молодая технология. Это Content Security Policy. На основе него сейчас много чего строится. Здесь можно через пробел указывать множество доверенных доменов, которые смогут вас открывать. Зачем я это рассказываю на фронтовой конференции, вроде про бэкэнд? Дело в том, что это как раз стык бэкэнда и фронтэнда, и, как правило, бэкэндеры не знают, как это реализовать. Они такие, у тебя iFrame не работает, иди разбирайся. И как раз вот это та самая информация, которая вам может пригодиться. Более того, можно защититься от того, чтобы ваш сайт открыли в iFrame просто с самим JavaScript изнутри. Вот короткий пример. Можно несколькими способами на самом деле определить о том, что вы открыты в iFrame, и просто, например, растянуть div на всю страницу и сказать, не делай так. Ну и, собственно, рабочее решение. Раньше именно так это делалось. И еще появилась достаточно новая молодая атака, хакерская, которая тоже использует технологии iFrame. Она называется browser-in-browser. Дело в том, что в современном мире возможности CSS и JavaScript настолько богаты, что можно полностью повторить в один-один пиксель окна авторизации SSO, которые мы привыкли пользоваться. Google, GitHub, Microsoft, ВКонтакте, Facebook, все что угодно. Выглядит это следующим образом. Вы заходите на какой-нибудь магазин, где очень вкусная цена у айфона. Ну прямо все классно, надо авторизоваться, чтобы оплатить. Вы нажимаете кнопку авторизации с помощью ВКонтакте. И на этот момент времени, это был фишинговый сайт, вылазит точно такая формочка «Авторизуйся ВКонтакте». Ну вы не задумываете о том, что бывает сессия слетела. Ладно, пойду, введу логин, пароль. И тем самым прямо в открытую вводить логин, пароль, самому зломышленнику передаете эти данные. Вот видео, как это выглядит. Хороший есть совет, как понять, что вас не обманывают. Так как это просто некое содержимое внутри окна, это диф, который содержит айфрейм, и через айфрейм просто зломышленнику намного проще понять, какую авторизацию вы пошли, чтобы подгрузить то самое окно. Можно попробовать утащить это окно за пределы браузера. Стандартное поп-оп-окно без проблем это сделает. Вы можете это на другой монитор увести, за пределы самого хрома, сафари, неважно какого браузера. А вот эту штуку у вас не выйдет. Утащить, она в дом дерева находится. Ну и как я уже сказал, на текущий момент времени айфреймы очень хорошо защищены, и родитель ничего не знает, что происходит внутри ребенка. И наоборот, дочерний документ ничего не знает, что происходит в родителе. Они все два независимо работают. Так можно ли получить доступ от одного к другому? Например, у нас стандартная ситуация в нашей работе, какая-то есть формочка оплаты, куда нас строили. И родительский документ, партнер постоянно хочет знать статус оплаты. Прошла оплаты или нет, чтобы, не знаю, показать взрыв конфетти, если все прошло успешно. И да, это можно сделать, если договориться. Для этого появилась технология постмесседж. Это отдельные сообщения, которые можно слать между айфреймами. На самом деле она даже между вкладками, по-моему, работает. То есть можно общаться между вкладками в браузере. Например, если в одной вкладке вы слушаете музыку и начинаете слушать в другой на этом же домене, мы такие, а тут уже слушаем. Давай я тут закрою музыку, а тут открою музыку. Выглядит следующим образом. Есть просто сообщение месседж. И важное замечание. Есть target origin. Это тот самый источник, который должен получить ваше сообщение. Можно поставить звездочку, и все, кто слушает это событие, они услышат вас. Что на самом деле не рекомендуется делать, чтобы мало ли какую конвенциальную информацию вы будете передавать. Поэтому всегда рекомендуется это target origin ограничивать каким-то конкретным доменом. Вот пример, как это выглядит. Мы передаем сообщение месседж на example.com. И в самом iFrame мы это ловим с помощью подписывания события месседж. Кстати, здесь тоже есть event origin для того, чтобы вы поняли, а тот ли нам человек это передает, тот ли домен нам это делает. Чтобы правильно, опять же, на это среагировать, потому что могут быть ситуации, когда, например, Яндекс.Метрика начнет вам слать сообщения, вы начнете на них реагировать, и они даже могут оказаться по составу и содержимому такого же формата, которого вы ожидали. Так вот мы сейчас поняли, что умеет iFrame в современном мире. Зачем нам оно нужно? Давайте представим себе ситуацию, когда у вас какой-то классный сервис, у которого есть какая-то важная информация, и вы хотите ей делиться, но не так в открытую, а чтобы это было, например, в вашем дизайне. Например, это какой-нибудь поиск авиабилетов, чтобы, например, блогеры могли вставлять это к себе на сайт. Это выглядело красиво именно под их стиль, под стиль блогера, но вся формочка и вся логика была ваша. И так, чтобы блогеру было несложно это сделать, потому что, понятное дело, это можно реализовать, сходить в API и так далее. Но здесь могут быть куча подводных камней. И вроде как бы я уже сказал, можно просто взять и напрямую начать ходить к вам на ваши API, которые обладают этой информацией. Но встречается такая проблема, как вот CORS. Кто встречался с этой проблемой? О, актуально. Наверное, самый популярный случай, когда вы в деф-режиме что-то разрабатываете на локал-хосте и напрямую лезете к себе в бэк, а он такой, браузер говорит, нет, нельзя. Почему это сделано? Браузер по умолчанию это запрещает, потому что если бы это работало, вы бы просто пришли на какой-то сайт, неизвестно какой, и злоумышленник просто бы взял и послал запрос на ваш банковский счет о том, что давай спишем-ка деньги. У вас скуки есть, сессия передалась, и мы, собственно, взяли и списали деньги. Чтобы этого не происходило, появился CORS. И да, на самом деле CORS можно обойти. Можно, опять же, настроить заголовки на бэк-энде, чтобы они поддерживались. Ну, и даже в этом случае CORS работает нетривиально. На самом деле сначала идет вспомогательный запрос options, где дополнительная вспомогательная информация идет, и только затем идет уже какой-то полезный запрос, полезная нагрузка, какой-нибудь пост. И вот, например, мы сделали эту формочку поиска авиабилетов, и мы хотим, чтобы мы узнали этого пользователя. Или в следующий раз его узнали, когда он авторизуется. Бэк-энд передает какие-то куки, и все вроде бы ничего, все работает, за исключением одного классного браузера, Safari. Дело в том, что Safari не работает с куками с третьей стороны. Он их просто выплевывает. И это такая достаточно современная модная история. Заключается она в том, что в настройках по умолчанию в Safari стоит это предотвращать перекрестное отслеживание. Кто-то натыкался на эту историю вообще на практике? Ну и, конечно же, пользователя не заставишь, чтобы у вас этот функционал работал, выключить эту галочку. Можно, конечно, такое поп-оп-окно вывести, предупреждение, но это как-то не то. Плюс бывают еще истории, когда у вас эта конвенциальная информация, она очень важна, и вам важно, чтобы партнер не имел прямого доступа к ней. Например, как ситуация у нас, это PCI DSS. Кто-то встречался? Знает? Вы, на самом деле, когда платите в интернете, этот значок все время снизу на платежных страничках висит, он там обязан висеть. Он говорит о том, что это доверенный источник, который имеет право получать ваши карточные данные. И если магазин захотел начать принимать карточные данные и выводить себе эту формочку, он обязан проводить ряд мероприятий и сертифицироваться по PCI DSS. И там есть много уровней доступа, скажем так, и вплоть доходит до того, что если уж вы там совсем храните где-то карточные данные, у вас должен быть регулярный аудит дата-центров, постоянно там заполнять огромные формы, и много такой рутинной вещи, которые на самом деле продавцы на это просто не идут, это большой риск и много рутины и геморроя. Так давайте рассмотрим ситуацию, когда, например, мы хотим сделать виджет очень простой, чтобы продавец вставил себе кнопочку Apple Pay на сайт и начал принимать оплату. И главное, чтобы это было с его стороны максимально просто, потому что мы не знаем, какие разработчики со стороны нашего партнера. И вот у нас есть сайт, например, shop.com. Мы говорим в документации, дружище, вставь себе на страницу наш скрипт, вот подключи его. Он его подключает, а слайд, вот он. Он его подключает, и при инициализации этот скрипт рендерит в дом дереве iFrame. На самом деле этот iFrame очень маленький, например, однопиксельный, он находится за пределами страницы. Этот iFrame по умолчанию открывает нашу страничку, которая тоже находится на нашей стране в service.com. Вот видите, назовем ее child.html. В этой страничке находится JavaScript. А в этом яйце игла. Вот. Leap, child для примера, да. Что нам это дает? Дает это нам то, что у нас уже теперь у этой страницы есть какие-то догадки, что это нам дает? У этой страницы нет никаких ограничений на кросс-доменные запросы. Она находится на своем домене. И она может беспрепятственно делать запросы в API. И с помощью постмесседжа можно все это завязать и реализовать, чтобы iFrame помогал нам делать, скажем так, туннель к нашему API. Далее мы рендерим кнопочку, например, Apple Pay. Человек на нее нажимает. Мы ловим это событие и передаем постмесседжам в iFrame. iFrame уже говорит этому leap child сделать запрос в API. Он это, как доверенный нам скрипт, это выполняет, backend отвечает и обратно передает на страницу партнера, где мы, например, можем в Safari вызвать уже сессию Apple Pay, чтобы он запросил какую-то биометрию у человека на оплату. Собственно, это и есть основной подход, который сейчас используется iFrame. Схема намного сложнее у нас выглядит, но именно общий подход я показал, чтобы было понимание. В итоге у нас не теряются куки, у нас нет кросс-доменных запросов, и при этом еще владелец сайта, партнер наш, не имеет доступа к официальной информации, например, тем же каким-то карточным данным и так далее. Он вообще за него, все само происходит, но у него есть возможность вставить эту кнопку именно в тот место, где он захочет. Не так, чтобы оно вылазило на весь страницу, там, этот iFrame, pop-up и так далее, а это выглядело именно максимально нативно и родственно для этого сайта. Ну и сейчас так работает Яндекс.Метрика, Google Аналитика, они все данные шлют через iFrame. Это, кстати, была одна у нас из проблем, то, что надо было защититься постоянно от их постмесседжей и фильтровать их. Есть еще такая вот, может быть, ситуация, когда продавец захотел ставить форму карточной оплаты к себе на сайт. И, опять же, можно ее вставить полностью как iFrame, но продавцы все разные, они такие, а мы хотим, чтобы у нас инпуты были жирные. Мы такие, хорошо, параметр. Другой говорит, а мы хотим, чтобы это было там четыре поля, cardholder, ой, card number. Или, например, мы хотим, чтобы у нас сетка вообще была другая. В разных странах привычки ввода карточных данных, они совершенно разные, и тут, понятное дело, все это в настройки не вынесешь. А если вынесешь, потом будешь проклинать, что это сделал, потому что это будет невозможно поддерживать. И есть отдельное такое хорошее решение, как каждый отдельный инпут — это iFrame, который открывает страничку, в котором находится инпут. Это нам дает возможность того, что продавец просто берет и вставляет их туда, куда захочет, так, как захочет, все, что вокруг, любые подсказки, любое поведение он может реализовать. На нашей стороне остается только валидация этих данных и общение между друг другом, например, перевести автофокус с одного iFrame на другое поле по мере заполнения. Плюс есть одна проблема — это то, что, например, нам надо делать активную кнопочку Pay, когда у нас все конкретно, корректно заполнено. И тут получается, что очень-очень много событий, каждый iFrame друг другу передает о своем статусе, состоянии и что у него там происходит. И на это становится сложно реагировать. Плюс это все асинхронно происходит. Это выглядит вообще как огромный пинг-понг, очень скоростной и очень быстро. Или, например, представьте ситуацию, когда вам пишут письма с одного конкретного адреса, с одной квартиры, пять разных человек, но у них одинаковые инициалы. То есть и вы не знаете, кто вам это написал. Это какой-то а-и. Но вам надо грамотно, четко, последовательно каждому ответить и так, чтобы ваше письмо пришло именно нужному а-и. И когда вы уже начинаете думать, как решать эту задачу, здесь приходит на ум, у нас пришло на ум, решение того, что можно попробовать каждого отдельного человека, либо как-то ему дать некий псевдоним, уникальный, вывести это в отдельный канал. И мы первую проблему решили. Но он настолько быстро нам спамит этими сообщениями, что нам нельзя отвлекаться и именно на письмо номер X ответить сообщением номер X. Поэтому все просто, можно их пронумеровать. В данном случае мы начали отдельно уже номеровать эти сообщения. Когда у нас летит там сообщение 1023, мы видим 1023, мы отвечаем письмом 1023 уже со своим ответом. Выглядит это примерно так, описание вот этих функций. Это есть request и response. как правило, это такая история, что нам надо что-то отправить на бэкэнд или куда-то что-то посчитать и вернуть. Поэтому там есть функция и параметры, и ID-шник, самое главное, который сам автоматически выставляется. Есть готовые библиотеки, но у них есть проблема с этим выставлением ID-шников, когда очень много полей. Поэтому вот пример нашего разработчика, небольшой библиотеки, она прямо 100 строк кода, где как раз это все реализуется и можно очень легко общаться. Так, тут. Я вас всех подожду. И, собственно, с iFrame, вот с кросс-доменными запросами мы разобрались. Но бывают еще ситуации, когда просто iFrame не заменим. Например, сейчас очень модная история. Практически каждая крупная компания, она делает свой собственный способ оплаты. Легко это понять. Просто берете название компании плюс Pay, и у вас какой-то новый способ оплаты появляется. Ну вот назовем его, например, Vishnepay. Вы его сделали, маркетинг вам сказал, как он должен выглядеть, дизайнеры нарисовали, и они говорят, вот так эта кнопочка должна выглядеть по нашему брендбуку. И вы заинтересованы, чтобы как можно больше партнеров сразу ее везде начали использовать, разместили у себя. Конечно же, это начинается. И, например, это button. Вы вставляете на какой-то сайт, он появляется. И есть проблема, что стили этого партнера начинают взаимодействовать с нашей кнопочкой. И как бы мы не хотели, там обвязывались импотентами и делать специфичность классов, мы не можем полностью от этого защититься. И просто наша кнопочка может превратиться в тыквопей. Это популярная на самом деле ситуация. Вот сейчас на практике бывает. Здесь есть несколько вариантов, как это решить, но вот самое классическое, например, так работает Яндекс.Пэй. Они просто открывают свою кнопочку в iFrame. И она как в аквариуме, в безопасности, и все CSS какие-то правила, они идут мимо. И только вы задаете через настройки, я не знаю, там, размер закругленности уголков, цвет, там, тему. И только вы знаете, как она на самом деле будет выглядеть именно так, как нарисовали ваши дизайнеры. Ну и в завершении я хотел бы еще поразмышлять о будущем iFrame, какое нас может ждать, что у нас есть, к чему нам готовиться. И есть такая технология, как порталы. Кто-то слышал о ней? У нас же конференция, хорошо, что не все слышали. И это не те порталы, что есть в React, и даже не те порталы, что есть в Rick & Morty. Инженеры Google подумали о том, что сейчас навигация в интернете, она на самом деле не такая классная, как могла бы быть. Проблема в том, что когда вы переходите с одного сайта на другой, как бы вы ни старались, вас ждет белый экран. Ну или черный, если это у вас темная тема. Потому что первое время этот тот сайт просто не загрузился. Было бы круто, если бы мы знали, когда переходим, куда мы переходим, чтобы это заранее закешировать, чтобы оно моментально загружалось. И они разработали такую технологию, как порталы. Я сделал небольшую демку. Смотрите, представим себе ситуацию, что вы читаете новости, доходите до конца, и там в виде вот таких вот блоков, например, их может быть там просто по сетке, гридами расположены. Читайте далее, какие-то следующие статьи. Вы нажимаете на эту следующую статью, и все, она раскрылась вот так. Здесь есть небольшой лак видео, но вы продолжаете работать. Я еще раз покажу. Обратите внимание на адресную строку и на favicon. Он просто в какой-то момент это выглядело максимально гладко для человека. Он не тратит время, не ждет, конверсия выше, все круто, отлично. Выглядит это следующим образом. У нас есть тот самый портал, который заранее загружает этот документ. То есть у него уже все закешировано. И у него есть такая функция, как активация этого портала на то, чтобы он стал основным документом в этом окне. И он просто меняет URL в адресной строке. На самом деле там есть немножко магия. Сейчас я о ней расскажу. Вот пример, как это работает. Вы вставляете портал в дом дерева и ловите событие клика на него. И перед тем, как его активировать, вы уже делаете CSS-ом вот этот транзишн на всю страницу или как хотите, я не знаю, там перевороты и так далее, чтобы это выглядело очень круто и зрелищно. Какие у нас остаются вопросы у всех новых технологиях? Какая у них поддержка? И грустная поддержка. Но выглядело вкусно. Она пока работает только в хромиум-подобных браузерах. И она сейчас работает под флагами. Это значит, вам надо зайти по этому пути в браузере и включить пару флажочков на то, чтобы это поддерживалось. Ну и, собственно, наверное, завершая доклад, хотел бы еще раз напомнить основной принцип. Наверное, просто многие разработчики не знали об этом подходе и просто о том, что вот так бизнесу можно помогать развиваться. И, опять же, как адвокат Айфрейма скажу, что неважно, какой у него возраст, он до сих пор остается актуальным и в некоторых местах просто незаменим, чтобы решать какие-то задачи. Спасибо. Да, спасибо большое. Давай с тобой присядем. Пишите вопросы в чат. Вот я сейчас буду озвучивать и будем обсуждать. У нас есть подарок, книга. Давайте я сразу ее презентую. Если вам понравилось, поставьте мне высокую оценку. Вот по этому QR-коду. Я не знаю, сколько там можно максимум поставить, но лучше максимум. Да, да. В общем, книга 50 лучших книг в инфографике. Прикольная у меня есть. Можно за день прочитать книгу по эффективности небольшую. Хотел заметить, что фронт-энд все больше похож на какой-то фэнтези. Вот, если еще мы через какое-то время сможем активировать порталы, то вообще от Warcraft недалеко. Когда людям рассказываешь, чем ты занимаешься, там, сегодня с порталами работал. Люди вообще, которые не из разработки. А еще кто-то должен громко в офисе кричать «Активируй портал». Да, да, да. Так, ладно. Вопросов не очень много, поэтому накидывайте. Вот вопрос от Дмитрия по поводу блокировки трекинг-сайтов, как раз iFrame. Firefox блокирует с недавних пор iFrame от так называемых трекинг-сайтов, в список которых входит и одна крупная международная социальная сеть, лицо книга. Сталкивались ли вы с этой проблемой? Нет, я не сталкивался. Насколько я понял вопрос, то есть есть какая-то внутренняя база Firefox, где они считают, что это не совсем хороший сайт, и его не стоит открывать в iFrame. Это правильно я понимаю, да? Я полагаю, что да. Кто-нибудь знает про эту историю? Нет? Так есть, да? То есть да, да, похоже, есть какая-то отдельная база Firefox. Конкретно мы не сталкивались с этой проблемой. И я слабо верю, что это будет влиять именно на тот вид бизнеса, где вы сейчас работаете. Это, скорее всего, именно на нелегитивные какие-то источники распространяются. Вряд ли это какие-то просто санкции. Это, видимо, как раз как и Safari. Они пытаются защитить пользователей от отслеживания. Firefox, они могут, да, они часто такое делают. Ну ладно, ну в общем, не сталкивались. Такой ответ. Так, Евгений Еремеев. К слову, вся структура работы с iFrame, по сути, переложена в работу с браузерными плагинами. Так, вопрос непонятен. Ну ладно, допустим. Так, как порталы iFrame влияют на метрики загрузки отображения страницы? Как они там асинхронно тормозят? Поисковые роботы не очень любят iFrame, но, как правило, когда они используются, там уже не до SEO оптимизации. Сначала загружается основной родительский документ, и когда он доходит до этого элемента, то он начинает уже отдельно загружать этот источник, и все. С порталами интереснее вся ситуация. Ее придумали Google, и есть большая теория заговора о том, что они это придумали для того, чтобы лучше понимать и отслеживать, куда человек идет дальше. С того же Google, например, это будет реализовано в Google, мы видим, куда он дальше пошел, потому что вроде как бы все начиналось отсюда. И родительский документ сейчас, на данный момент времени, можно легко отследить, откуда был открыт портал по рефереру, и тем самым они будут лучше просто понимать поведение людей. Есть такая теория заговора. Вот. Как конкретно оно сейчас влияет на загрузку? Просто нет данных, чтобы сказать. Но он настолько молодой, что больших данных недостаточно. Так что, может, вообще они не будут реализованы, и просто флажки закроются, и все. Ну, да, да, да. Такое, собственно, уже было много раз. Окей, ну, а iFrame грузится синхронно, и на страницу, я так понимаю, что они не влияют. Вообще никак не влияют, они идут там отдельно. Да, то есть Lighthouse покажет все то же самое, как и без iFrame. Так, значит, Дмитрий, порталы это круто, имха. Есть ли информация о развитии? Может ли это развиться так же, как Container Queries? Это Media Queries, Container Queries. И как относятся другие платформы? Вот. Что-нибудь знаешь про это? Ну, вот это опять же вдогонку к предыдущему ответу, то, что другие браузеры не поддержали эту историю. Развитие сильно сомнительное. Его презентовали в 2019-м. Последние правки в черновике спецификации в 2021 году. Если что-то только не изменится, и все поймут, что это то, что нужно. Слабо пока верю в это будущее. И пока мы до сих пор будем долго жить, я думаю, еще с iFrame. Ну да, то есть с 1995 года у нас iFrame есть, они работают уже больше 27 лет, и как будто какие-то молодые порталы не сильно тут… Не смогут, наверное, выяснить в первое время точно. Слишком мощная история. Так, Тим, есть намеки на то, что пройдет развиваться, расширяться до отображения целых микрофронтов. Ну, iFrame, я так понимаю, уже, в принципе, можно использовать. Можно. Здесь проблема именно в сложности управления, когда у вас будет много iFrame, куда, чего и как. Это будет больно. Это больновато будет для SEO-оптимизации, если вам надо, потому что роботы просто могут запутаться, они не будут индексировать то, что находится внутри iFrame. Ну, идея здравая, можно попробовать, как бы раньше использовали, почему бы не вернуться. Иногда это делают, но, наверное, это больше извращение. Это, как, знаете, я видел сайты, когда огромная картинка на весь сайт, и есть же тег map у картинки. Можно указать, какая область картинки, какая ссылка. И вот люди просто делали просто сайт-картинка, там одна картинка, и в разных областях разные ссылки. Все, работает. Ну, вот iFrame — это примерно такая же, мне кажется, будет история. Не совсем оно для этого. Окей, так, еще вопрос, Анастасия. Есть ли подводные камни при добавлении внешней авторизации в документ, который предполагается открывать в iFrame, например, Google UAU? Могут быть подводные камни, когда, например, Google Pay и Google UAU тоже могут быть. Например, когда вы воткнули эту кнопочку именно через библиотеку гугловую, где при нажатии на нее надо открывать поп-оп-окно, оно открывает само. Но вам надо, например, перед этим сделать какое-то действие. Нельзя асинхронно вызывать поп-оп-окно. Браузеры запрещают, Firefox особенно. Это должно быть только по действию пользователя. Например, вот такие ограничения, подводные камни есть. В остальном, в целом, таких проблем нет с iFrame. Но внешняя авторизация как раз по действию пользователя. Да, но здесь просто бывают ситуации, что вам надо какое-нибудь событие до этого получить или еще, чтобы мы узнали о том, что он это нажал. И вот только после того, как он это сделал. Окей. Так, даю последний вопрос. И… Окей, два вопроса. И тогда ты выбираешь лучшего. Лучший вопрос и даришь книгу. Как себя чувствуют iFrame при внедрении страниц с этими iFrame в мобильное приложение? Это вот, я так понимаю, что WebView и браузер InUp, которые вот… На самом деле могут быть проблемы… Нет, я сейчас про iFrame расскажу именно. Могут быть проблемы с открытием клавиатуры нативно. У вас не будет поддержки, например, вот у полей карточных данных, если вы видели, такая есть фича, если вы их правильно назовете, это сканировать карточку камеры. И она реализована в хроме подобных браузеров, в чистых более-менее, то есть, например, в Xiaomi это не будет работать, и в Safari. И вот такие вещи в iFrame в мобильном приложении, когда вас открывают в WebView, не будут работать, к сожалению. Можно долго… Я готов очень много разговаривать про WebView. Это отдельная тема большая, там куча подводных камней. Я думаю, это отдельный доклад вообще про WebView можно сделать, но это настолько узкая история, когда вас открывают в WebView и хотят, чтобы все работало так же, как в браузере. Лучше это вот после доклада обсудить. Да, в куларах подходите, можно будет пообщаться про WebView. И последний вопрос про Broadcast Channel. Ты рассказал про PostMessage. PostMessage, да, позволяет общаться между докными вкладками. Есть такая еще штука, это Broadcast Channel, который, в принципе, нечто похожим занимается. Тоже позволяет связывать нам разные окна. Вот, можешь прокомментировать, когда лучше использовать одно, когда другое. Вообще использовали Broadcast Channel? Для iFrame не использовали. Окей, ну это такая относительно новая история. Не использовали. Так, образно. Здесь есть особенность нашего бизнеса, когда платежная… Смотрите, например, я показывал, что iFrame можно использовать как ограничение области видимости CSS. Можно сделать, конечно, кастом элемент, и также у вас будет уникальный элемент в дом-дереве, и в него завязаться, но у него поддержка хуже. А во всех платежных историях, если хоть что-то мешает человеку оставить деньги, нельзя это так делать. Будем поддерживать седьмой интернет-эксплойер. Ну, я утрирую, но чем больше мы поддерживаем широту рынок семейных браузеров, тем решение более стабильное. Тут прямая зависимость от дохода, да? Да, да, да. Потому что деньги как бы должны всегда в один клик. А лучше вообще без клика просто списываться. Да, да, да. Чем меньше действий, тем лучше. Все, спасибо. А выбирай лучший вопрос, какой тебе больше всего понравился. Подарим книгу. Мне понравился вопрос про подводные камни в открытии. Потому что когда сидишь, вот я говорю, именно с этой авторизацией, это могут быть именно в Firefox, и та история, что нельзя программно открывать поп-оп-окна. Так, окей, Анастасия. Вот Анастасия, второй ряд. Пожалуйста. Здесь классная книга. 50 лучших книг в инфографике инструмента личной эффективности. Да. Она очень красивая. Экономит время. Друзья, аплодисменты еще раз. Спасибо.